Сегодня мы поговорим про очень важный аспект жизни каждого мужчины Закаливание, холод, как это влияет, плюсы-минусы И каким именно способом это сделает из вас мужчину Начинаем Давайте вернемся на несколько тысяч лет назад Кто у нас жил в теплых странах, какие племена, какие мужчины Допустим там в Африке, это были мужчины не такие суровые Да, они были хорошо подготовлены, безусловно Из-за того, что им приходилось сражаться с тяжелыми зверьми И, в общем-то, находиться в тяжелых ситуациях Но можем посмотреть, что это такие более мягкие люди Это были более мягкие мужчины, не такие суровые Кто же у нас жил в ледниках, кто же у нас жил в Сибири В действительно холодных местах Это были суровые, настоящие мужчины Которые были не сломимы, у которых был железный характер, железная воля И когда мы говорим слово мужчина, у нас как раз таки представляются вот такие вот картинки Такие картинки воинов, которые как раз таки находились в холодных местах И на генетическом фоне у нас закладывается, что суровость, стойкость и мужество Он ассоциируется с холодом Потому что наши предки, которые были максимально суровыми Они как раз таки росли в холоде Их воспитывал холод Под словом холод я подразумеваю контрастный душ, холодный душ И в своем максимуме холодные ванны и холодные ванны со льдом Я сразу хочу сказать, что вам не следует сразу прыгать в холодную ванну со льдом Потому что вы просто схватите обморожение и заболеете Это нужно делать по нарастающей, от шага к шагу Начиная от контрастного душа и тогда, когда вы уже через полгода, может быть даже год Вы ощутите себя, что вы даже в обычной простой холодной ванне Чувствуете себя уверенно и не задыхаетесь Вы уже можете переходить на холодную ванну со льдом Это все делается постепенно, шаг за шагом И так вы придете к настоящему ужасу Сейчас мы разберем плюсы холода По пунктам разберем, что именно это вам дает Просто вспомните, как вы себя чувствуете летом Вы выходите на улицу, жарко, вы вялые, вы никакие У вас нет настроения, вы просто как кисель Как же вы себя чувствуете зимой, когда вы выходите на улицу? Раз, вас сразу же схватывает Вы чувствуете такую, знаете, энергию Вы чувствуете, что раз, вы собраны Вам уже совершенно не хочется спать Вам хочется действовать и быстрее уйти оттуда Да? И это происходит почему? Потому что холод вас собирает И напротив жара, тепло вас расслабляет Во время жары и тепла вы становитесь ватным И никаким, совершенно не способным к действию Наоборот, во время холода вы собираетесь Вы становитесь максимально готовыми к бою И максимально продуктивными Это мы закрепили Холод держит вас в постоянном фокусе Он держит вас собранными, как я и говорил ранее По многочисленным исследованиям ученых Они выявили, что в холоде мозг человека работает более продуктивно Вы мыслите гораздо быстрее и можете быстрее принимать решения Это тоже очень важный плюс холода То есть вы можете повысить свою продуктивность за счет холода Вы можете выполнять большее количество задач И просто за счет того, что вы вокруг себя создадите холодную атмосферу А не атмосферу тепла или комнат Включите кондиционер Попробуйте так посидеть час-полтора И вы увидите, насколько быстрее вы можете выполнять задачи К этому нужно привыкнуть Возможно, не сразу нужно на каждый день включать кондиционер Но также постепенно, шаг за шагом Вы можете понижать температуру в вашей комнате И следить за своим организмом Насколько он более собранным начнет быть И насколько более продуктивными вы будете Последний и, по моему мнению, самый важный пункт Это то, что во время охлаждения тела Допустим, вы заходите в холодную ванну или в холодный душ Вбрасывается огромное количество полезного дофамина Это было доказано многочисленными исследованиями ученых В то время, когда вы резко охлаждаете тело Резко, контрастно У вас в теле происходит быстрый выплеск дофамина Что такое дофамин? Дофамин – это гормон счастья Допустим, вы съели сладкое У вас радость на глазах Это дофамин Вы пошли в кино У вас радость на глазах Это дофамин Вы решили мастурбировать После мастурбации Это дофамин Это быстрый выплеск счастья Этот всплеск дофамина оканчивается сразу после окончания мастурбации И потом у вас дофаминовая дыра происходит Где у вас апатия У вас нет никакого настроения Вы ничего не хотите делать И полезный дофамин Когда после быстрого охлаждения организма У вас энергия В течение 3-4-5 часов у вас есть энергия Вы собраны Вы готовы действовать Это самые продуктивные часы вашего дня Каждому из вас я советую приблизиться к холоду И лучше начинать день с холода Вы встали и пошли в холодный душ Так вы даете заряд себе на целые 2-3 часа первые дня Дальше вы его как-то стимулируете другими способами Также очень важно помнить Что холод воспитывает в вас мужество Потому что каждый раз вам приходится преодолевать себя Заходя в эту холодную ванну Вы боретесь с собой И тем самым делаете себя сильнее Всем спасибо С вами был Ник До скорых встреч Пишите комментарии Какие видео вы хотите видеть на этом канале Субтитры сделал DimaTorzok